Всем привет! Это вторая часть выпуска про Аблайхана. В первой части рассказывалось о его детстве, о том, как он пришел к власти, о войне с джунгарами и китайцами, и о том, как он сохранил восток Казахстана. Если вы еще не посмотрели выпуск, то можете нажать вот сюда. Вот-вот. Ага, молодец. А если вы уже посмотрели, то давайте начнем второй выпуск. Погналы! В прошлом выпуске рассказывалось, как китайцы стали нашими соседями на востоке, а на севере с нами граничила Россия. Таким образом, казахи остались между двумя мощными державами. И тут надо было действовать очень осторожно и умно. Аблайхан смог найти золотую середину. Как? Давайте для этого перенесемся назад. 1740 год. Идет война против джунгаров, а джунгары, в свою очередь, воевали и с казахами, и с китайцами. А если быть точнее, с Цинской империей. И тут джунгары подумали, Ммм, если мы будем продолжать воевать на двух фронтах, то мы и там, и там проиграем. Именно по этой причине джунгары временно заключают мир с Китаем. В это время, хан среднего и старшего жуза Абулмамбет, и на тот момент султан Аблай принимает подданство России. Ну как подданство? Дали клятву верности Российской империи. То есть, Российская империя теперь должна была защищать казахов. А казахи должны были поддерживать Россию во всем. Но в действительности, все было не так, как планировалось. Аблайхан не увидел поддержку в лице России в борьбе с джунгарией. А когда Аблайхана взяли в плен, то Россия лишь словесно угрожала джунгарии. Так, не трогайте казахов и освободите Аблайсултана. Почему? А то будет плохо. Да? А что именно вы сделаете? Ну короче, не трогайте. Ну скажи, что если нет? Я все сказал. Эй! Эй! Странные! Поняв это, Аблайхан также не выполнял часть своих обязательств перед Россией. И вел внешнюю политику без участия России. А джунгарам же не помогла Цинская империя. Таким образом, два кочевых государства воевали между собой собственными силами. В ходе которого казахи побеждают джунгаров. Как это сделали, было рассказано в первой части. Вот так казахское ханство оказалось между двумя державами и нужно было что-то делать. В этой ситуации Аблайхан принимает подданство Китая в 1757 году. Подданство было такое же, как и с Россией. То есть Китай не будет нападать на казахов, а будет их защищать. Казахи же будут поддерживать Китай в любой ситуации. Таким образом, Китай не решался полностью завоевать казахское ханство, боясь испортить отношения с Россией. И Россия боялась испортить отношения с Китаем. Отсюда мы видим, что Аблайхан ввел хитрую политику между медведем и драконом. Но стоит признать, что не все было так идеально, так как некоторые казахи подвергались грабежам как со стороны России, так и со стороны Китая. О чем я опять же говорил в первой части. Тут стоит рассказать еще про одну вещь. На тот момент ханом среднего и отчасти старшего жуза был Аблмамбет. Но Китай и Россия вели переговоры непосредственно с Аблайханом. То есть это показывает, что авторитет Аблайхана был выше, чем у Аблмамбета. Однажды Российская империя даже предлагала Аблаю стать ханом вместо Аблмамбета в 1759 году. Но он отказался, так как уважал традиции и понимал, что это создаст раздор среди народа. Только после смерти Аблмамбета Аблай стал ханом в 1771 году всех трех жузов. Российская империя не принимала этот факт и принимала Аблайхана лишь правителем среднего жуза. Так, в 1778 году Екатерина II выпустила приказ о том, что отныне Аблайхан является ханом среднего жуза. И пригласила его дать клятву. Но Аблайхан отказался, так как не посчитал нужным давать клятву Российской империи, если его избрал сам народ еще в 1771 году. Это действие показывает, что Аблайхан вел политику самостоятельно. Борьба на юге. В то время у казахского ханства также были проблемы и на юге. Некоторые города были под Коканским ханством. Аблайхан решает освободить юг Казахстана. В начале военные походы были безуспешными. И тогда он применил такую тактику. Правитель Коканского ханства был очень властным, что не нравилось некоторым людям из его окружения. Аблайхан, используя это, переманил их к себе, тем самым ослабив Коканское ханство изнутри. Таким образом он смог освободить юг Казахстана от Коканского ханства. За счет этого авторитет Аблайхана среди старшего жуза резко возрос. Еще также были войны с кыргызами. Дело в том, что после распада джунгарского ханства на освободившиеся земли претендовали и кыргызы. Почему? Потому что в свое время джунгары завоевали часть земель казахов и кыргызов. И после того, как джунгары распались, те земли снова освободились. В этой ситуации кыргызы в 1764 году нападают на казахов в районе Житсу. В ответ в 1765 году Аблайхан наносит удар по кыргызам. В 1770 году кыргызы снова нападают на казахов, и Аблайхан снова дает ответ и наносит поражение кыргызам. Казахи и кыргызы заключают мировое соглашение. На этот раз создается четкая граница между казахами и кыргызами, которая сохраняется и по сей день. Но в 1779 году ситуация снова повторяется, и на этот раз Аблайхан забирает залог детей влиятельных людей кыргызов – манапов. А большое количество каргазов забирает в район Кокшетау и создает там новые племена Байкаргаз и Жангакаргаз, которые жили среди Ру-Атгай. Благодаря этим действиям два народа снова начали жить в мире и согласии. Думаете это все? Нет. Есть еще одна битва, которая показывает мудрость и авторитет Аблайхана. Вот здесь была Джунгаря, а вот здесь были Калмыки. Калмыки это те, которые переехали отсюда, вот сюда еще в конце 16 века. То есть Калмыки и Джунгары это родственники и можно сказать один народ. Так вот, после того как Джунгаря исчезла с карты, Калмыки решили вернуться на свои исторические земли. То есть отсюда, сюда. Как мы видим, путь проходил через Казахстан и 180 тысяч Калмыков начали свою кочевку, среди которых 40 тысяч были воинами. Они составляли угрозу Казахам, так как до этого с ними были стычки. И на этот раз тоже произошла битва между Казахами и Калмыками. В этот момент все три Жуза объединились. В итоге, Казахи нанесли поражение Калмыкам. И когда уже количество Калмыков было не таким большим, что представлять угрозы Казахам, Аблайхан разрешил им дойти до Джунгарии. За счет всего этого авторитет Аблайхана повышается еще больше. А если вы хотите узнать больше про Джунгаров, кто они такие и где они сейчас, то оставляйте комментарий. А если будет много комментариев, то выпуск про Джунгаров сделаю как можно скорее. Внутренняя политика. Как я уже говорил, несмотря на то, что Аблайхан был самым авторитетным среди всех, ханом он стал лишь в 1771 году, после смерти Аблмамбета. Главной его целью было централизовать государство. Для этого правителями в отдельные регионы он ставил своих людей. Например, в Джет-Су он отправил с Юг и Адиль Султанов. Центральный Казахстан сына Касм Султана. В район Иртыша родственника Султанбека. А на восток сына Аблмамбета Аблпииза. К сожалению, Запад на тот момент был под большим влиянием Российской империи после вхождения младшего жуза в состав России. И там уже она оставила своих ханов. Но тем не менее, ханы младшего жуза принимали решение, лишь посоветовавшись с Аблайханом. То есть, по сути, он был ханом всех трех жузов. Умер Аблайхан в 1781 году и был похоронен в Туркестане. Безусловно, он является одним из самых лучших правителей в истории Казахстана. Если не самым лучшим. При нем, казахское ханство было централизованным государством. К сожалению, после него, некоторые казахские султаны вновь попросили поднанство России. В жизни Аблайхана было еще много чего, и было у него достаточно много талантов. Про него можно говорить и говорить. Поэтому, если хотите, чтобы вышел спецролик про Аблайхана, то пишите в комментариях и ставьте лайки. И да, давайте число подписчиков добьем уже до 45 тысяч. А в этом ролике сделаем 5000 лайков. Это очень поможет в развитии канала. Всем спасибо, всем до свидания, всем желаю хорошего дня, завтра, и сегодня, и всегда. И в конце ролика я хочу вам сказать кое-что по традиции. Жатарда, сиев жатангдар.